Здравия всем! Сегодня мы продолжим разбор мифов из книги Каледы, относящихся к темной эпохе Индры. Миф называется «Рождение змея-волха, иного Велеса». Что значит «иного Велеса»? Как мы выяснили раньше, Велес — это хранитель нашего родового древа, соборная душа человечества, соборная душа славянской души. Поскольку в каждой душе есть некая темная материя или неосознанное начало, которое нужно удухотворить разумом, то душа может проявляться как со светлой, так и с темной, неразумной стороны. Поэтому в данном мифе речь идет как раз о темной стороне Луны или Души. Как темная и светлая сторона чего-либо. То есть вроде бы сам этот огненный волк и людям покровительствовал, и с тьмой боролся, хотел, по крайней мере, бороться. Однако вопрос возникает, какими методами. А это очень важно. А важно именно пути достижения цели. Но давайте обо всем по порядку. Итак, начнем. Рождение змея Волха и Новая Велеса Мать сырая земля шла по горушкам, И ступала она по долинушкам. Испадали с небес проливные дожди, Ее белую грудь била градом, Засыпала снегами белыми. Соскочила она ненароком с камня черного, С горючего, до налютого змея Индру. Уж как вскинулся лютый Индрик, Тело обвил ее. Тело обнял ее, А прокинул он матушку на горы. Бил злодею по белу стегно, Целовал в уста ее сахарный. И тогда понесла мать сыра земля От сыночка, от змея лютого. Тяжела она стала от Индрика. Год она тяжела, два она тяжела, Три она тяжела, 30 лет тяжела. Ходит в тягости мать сыра земля По горам долинам широким. Все-то ходит, дитя вынашивает. Срок пришел разрешиться от бремени. Закатилось красное солнышко, Зарепейские горы высокие. Порасыпались частые звездочки По небесному своду светлому. И родился тогда от сырой земли Буйный огненный змей, Волх, сын змеевич, Новый Велес в цепи рождений. Первым Велесом был Осила, Что сокрылся в Азов горе. Был вторым Семаргл, огнебог, Что родился в сворожьем роде. Следом новый явился Велес, То змей огненный Волх, Сын сырой земли и Индры. Также звали его Вольгою И рожденным в пламени Финиста. И родился он от сырой земли, Вроде змея мощного дыя. От рождения Волха-змеевича Потряслось небесное царство, Затряслось и царство подземное. Море синее всколебалось, Звери по лесу разбежались, Птицы по небу разлетелись, Рыбы по морю разметались. Итак, мать сыра земля Имеет вполне реальный облик, Своё сознание, Свою душу. Ей поклонялись как богини. Земля, конечно, На самом деле, Это не мёртвый кусок материи, Вращающийся где-то в космосе. Она имеет свою душу и сознание. И вот ею в какой-то момент Овладел змей, То есть материальным миром Овладел сын дыя, индра. Спустя 30 лет после этого В мире материально воплощается волк, Змей огненный или иной темный велес. Именно в роду дыя. Душа, изначально не знающая Духовного Света и Закона Бога, Привязанная всем своим существом К Матери-Земле. Однако, забегая вперёд, скажу, Что впоследствии он стал служить Свету Из-за любви к Леле. Но об этом нам поведают иные мифы. А сейчас вернёмся к мифу сегодняшнему. А как стало волху полтора часа, Слово он сказал, будто гром сгремел. Ой, ты гой, если мать сыра земля, Не спелёновай меня пеленой своей, Не завязывай золотым поясом, Пеленай меня в латы крепкие. На главу надень золотой шелом, Исходи, мать сыра земля, в кузницу, Косворогу, в сваргу небесную, Пусть скуёт булатную палец, Да чтоб триста пудов было весу в ней. Зашвырну я ту палецу за горы, Разбужу я змея ползучего, Зверя Индрика, сына Дея. Из норы своей пусть змей выползает. После грянуся землю сырую, Стану финистом ясным соколом, Разбросаю перья железные, Упадут на земля с подоблача, Раздеру когтями булатными, Размечу клочки по сырой земле, Говорила ему мать сыра земля, Будет этому вскоре времечко, Всё, как сказано, так и станется. В этой части мифа мы видим Настроенность волха воевать Да против никого-нибудь, А против Индры, сына Дея. То есть, Витязь в пеленках Настроен на войну сьмой, Хотя рождён от Индры же. Но опять же, воевать каким путём? Ясным соколом в давние и не очень времена Называли воина птицу, Воплощение бога войны Волха. Он же назван здесь финистом. Эпоха Индры относится к знаку Козерога, Где Марс, Отражающий функции воина, Бог войны по мифологии, Находится в экзальтации По астрологической традиции. Это очень мощное положение, Которое иногда приводит К особокому проявлению И из-за переизбытка этой энергии. К тому же мы знаем, Что тотем Велеса — это волк. В своём положительном проявлении Это качество свободолюбия, Храбрости, преданности. Это воины света. В своём же худшем проявлении Это злость и агрессивность. О чём в дальнейшем нас предупреждает миф, Как положительные качества В эпоху Тьмы, В эпоху Индры Могут проявляться совсем неположительными. Волк огненный, Конечно, символически связан С функциями Марса. Марс относится к стихии огня, Если связать всё в одну цепь символов. Стал расти волк мощный, Сын Змеевич. Не по дням, годам, по минуточкам. Захотелось ему много мудрости. Научился узлы он завязывать, Научился клубки он прочитывать, Научился славить сварога И семаргла, и бога вышнего. Обучился также премудростям, Как обёртываться ясным соколом И парить легко по поднебесью, Превращаться, как в волка серого, Рыскать волком в лесах дремучих, И как стать злоторогим туром, И скакать горами высокими, Обращаться, как быстро щукой, И гонять по морюшку синему. Обернётся финистым соколом, Полетит в подоблачье птицу, По велению бога всевышнего, По хотенью волха змеевича, Завернёт гуси и лебёдышек, Станет бить в небесах, Стаи малых птиц, Обернётся он серым волком, И поскачет в лесах дремучих, По велению бога вышнего, По хотенью волха змеевича, Завернёт медведи и соболей, И куниц, и лис с горностаями. Станет он злоторогим туром, И поскачет в горах крутых, По велению бога всевышнего, По хотенью волха змеевича, Завернёт он туров с оленями, Горных коз с могучими барсами, Обернётся быструю щукой, Завернёт он рыбу, Севрюжину и белюжину со ситринкой, Так охотится стал волх сын змеевич. Здесь описаны необычные умения, Которыми научился волх. Среди них и овладение Тогдашней письменностью, Завязывание узлов или наузов, И прочитывание клубков, То есть прочитывание узелкового письма, Знание его. Тогда каждый узелок Нёс особую информацию, Передавал образ. Научился волх также перемещаться На большие расстояния, То есть, образно говоря, Летать по поднебесью, Плавать глубоко, Оборачивался в животных. Так же волк охотился, По-видимому, именно в тёмную эпоху Возникли такие явления, Как охота и употребление В пищу мяса животных. Он всему этому научился, Но этому ли он научил В дальнейшем людей? Как в те времена стародавние, Словно звери в лесах Жили люди, И для пахоты не было полей, И не трогал плуг землю матушку, И никто не сел пшеницу, И не пас волов, И не доил коров. То есть, люди питались плодами с деревьев, Всякими коренями, орехами, возможно, Но не вели своего хозяйства, Не пили молока И не делали молочные продукты. Полей не было, А были, как говорится в мифе, Сплошные леса. И просил тогда сын сырой земли, Ой, родимая мать сыра земля, Ты позволь вдохнуть на тебя огнем, Чтоб сжечь леса и явить поля, Чтоб пахать тебя и засевать. И просил тогда сын сырой земли, Скуй сварок мне плуг стопудовый, Сотвори коня мне по силе. И сварок сковал плуг булатный, И привел кобылушку волосу волху. Хвост ее к земле растилается, Грива колесом завивается. И тогда волх огненный змеич Обернулся огненным змеем. Полетел затем над лесами И дохнул огнем на леса. И пожег леса, и раскрыл поля, И удобрил поля пеплом золою. И потом поля стал распахивать, Сеять в поле рож и пшеницу, Обучал людей землепашеству, Как солому жать на полях, И в жилище сноб приносить, Почитать сноб божьим родителям. И по землям всем, и по украинам Он ходил и учил земледелию, И учил петь песни под гусельки, И учил, как праздновать праздники. Тех же, кто противился этому, Кто не сеял в поле пшеницу, Мед и пивушка не варил, И по праздникам не плясал, На главу веночки не клал, Тех наказывал буйный бог. Схватит за руку, Вырвет ее из плеча, Схватит за ногу, Вырвет из гузна. А кого он протянет плеточкой, Тот кричит, орет, Да и прочь ползет. В этой части мифа Мы видим двоякий образ. Бог, как покровитель и учитель людей, Вроде заботится о них. Но что он требует взамен своих знаний? Подчинение. Он очень жестко учит тех, Кто не хочет выполнять то, Что он говорит, То, чему он учит. Ну что ж, темную эпоху И боги воплощали соответствующие, Чтобы потом, Впоследствии знать, как не нужно. Ведь так поступают Некоторые так называемые благодетели. Мол, я вам дал так много, И то, и это, Научил и тому, и этому. Вы негодники, Не хотите мне подчиняться. А вы должны меня слушаться. Если вы не слушаетесь, Тогда я вас буду заставлять это делать. Потому что так будет лучше для вас. И уж какими методами, Вот в мифе как раз и описывается, Что достаточно жестко. То есть идет Насилие над людьми, Просто их калечат. И поднялась на земле жалоба, Говорили люди сырой земле, Ты уйми, сыночка, сыра земля. Стала матушка сына родного журить, Та журба ему не взлюбилась, И пошел он в терем высокий, Стал он делать стрелки оперенные, И на стрелках тех писать надпись. Кто желает в досталь и пить и есть, Приходите в терем волха, Вашу силушку я опробую. Выходил потом он на широкий двор, И пускал те стрелы по всей земле, И поставил чан посреди двора. Наливал тот чан зеленая вина, Опускал в тот чан велес чарочку, Да не маленькую, полтора ведра. И в отерем волха-могучего Собирались добрые молодцы. И то в раз пришелся к вассурою, Опивала и объедала Гамазуры и друды с лешими, Тридцать витязей без единого. Начал волх тут силушку пробовать. Он поил из чары глубокой всех, Ударял тяжелой дубиной. Кто стоит на ногах, Будет волху брат, Не стоит, пусть прочь убирается. Пил дубину китовраса, Китоврас стоит, не шевелится, И на велеса не оглядывается. Китоврас, ты будешь мне названный брат. Всю дружину дубиной попочевал, И пошел с дружиной на брачину, К людям, жертвы дающим велесу. Принимай бог жертвы, Велеса в день. Не понравилось волху, Что люди на него жалуются. Ну еще бы. Он счел их слабыми, Решил найти себе сотоварищей равных по силе. Созвал всякую нечисть, Кромя разве что китовраса, И начал проверять их, И одновременно самоутверждаться Свой разрушающий, Раздувающийся Марс. А разве в этом настоящая сила? Иметь физическую силу, Но не самоутверждаться на этом, Защищать тех, кто слабее тебя, Проявлять силу духа в испытаниях, Защищать род, защищать правду. Вот что такое настоящая сила. А миф показывает нам Неправильное использование Физической силы и мощи. Потому как волх, Внук, да и я в данном случае. Истинная сила, Это когда иметь силу, Но не применять ее для насилия. Разве в том сила, Кто сколько может выпить и съесть? Как здесь описано, Пришли к нему, Объедала и опивала. Поступая таким образом, Мы потворствуем дыек, Но никак не сварогу. Стал с дружиною своею волх Пить гулять. Пил тот волх пиво пшеничное И склонялся к вечеру белый день. Стали люди силу показывать, Все от мала до велика Стали биться и славить Велеса. А в ином кругу в кулаки сошлись, И от боя того кулачного Приключилось кровопролитие. Волх ту драку стал разнимать. Тут один мужик заходил с носка И оплел змеича по уху. Рассердился тот буйный Велес волх И созвал дружинушку Грозную, Гумуров, Леших и Волкодлаков. И пришла дружина хоробрая, Всех подбили, перековеркали, Руки-ноженьки обломали, А кого побили и до смерти. Но вот к чему приводит Чрезмерная дрочливость и агрессивность. Издревле на Руси проводились Кулачные бои и креща, В которых мужчины проявляли Свою удаль молодецкую, Укрепляли боевой дух и физическую силу. Однако это были братские соревнования, После которых братались. Уж никак не кровопролитие, Уж тем более смертельные случаи. Во всем должна быть мера. Пьяные драки до добра не доводят. Побежали люди к сырой земле. Ты прими, дорогие подарочки, Уйми, утишь сына буйного. Принимала корова подарочки, Посылала дочку Чернавушку, Успокаивать буйного Велеса. Прибежала Чернавушка к Велесу, Повела его к родной матушке, Посадила в подвалы глубокие, Затворяла дверями железными, Запирала замками булатными. Без него дружиночка бьется, От утра все бьется, До вечера, да и с вечера до утра. Стали люди теснить дружину. Что мы тут видим? Волх вроде бы покровитель людей, Который научил их многому чему. С ними же дерется, Не нажись, а насмерть. Испытывая злобу лишь от того, Что кто-то там заехал ему по уху. Ничтожный повод, Чтобы затевать смертельную драку. А когда есть смысл действительно воевать? Я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. Как пошла Чернава на Рарику, Стала черпать водьями воду, И взмолилась дружинушка волха, Ах, Чернава, Сестрица волха, Не бросай нас у дела радного, Близ тяжелого часа смертного. И пришла Чернава на помощь, Начала людишек побрасывать, И побила она многих до смерти. Тут немного она призапышкалась, Прибежала Чернавушка к волху, Сорвала замочки булатные, Отворяла двери железные. Что ж ты спишь, лежишь, прохлаждаешься, А твою дружину хороблю Мужики побили и изранили. Булавами все головы пробили, И тела иссякли мечами. Пробудился тут змеич от сладких снов И выскакивал на широкий двор. Не попалось ему в руки палец, А попался столетний вяз. Вырвал он вяз тут с коренями, Побежал тут сын Индры к святым горам, Видит он, стоит святогорушка. Ай, постой-ка ты, Велес, сын Индрика, По святым горам не попархивай, И по градам людским не полетывай. Велес, ты еще молодешенек, Знай, из моря воды не выпить, И все зло из мира не вывести. Говорил тут Велес, сын Индрика, Ай, ты, гой, еси, святогорушка, Я в задор войду и тебя побью. И ударил он святогора Тем червленым столетним вязом. Не качнулся тут, не сворохнулся. Ужаснулся тут бойный Велес, Волх, и пошел, побежал быстро к рарике. Непонятно тут роль сестры Волха Чернавы. То она его хочет унять и запирает в подземелье, То она, послушав дружину Волха, Всякую нечисть, начинает тоже бить людей, А потом освобождает Волха. Но самое интересное, что Волх, Освобожденный Чернавой, Бежит защищать свою нечисть дружину, А не людей. Потому что самих людей, Которым покровицествовал, Принимает за мировое зло. Святогор хотел остановить его, Говоря, что все зло из мира не вывез, Намекая на то, чтобы Волх задумался, Кого он убивает. А ведь Волх, При своем младенчестве, Как только он родился, Хотел сражаться не с людьми, А с Индрость, Мой. Но не разобрался, Что есть тьма на самом деле. А вышло, что начал сражаться против людей, Заставляя силой покориться ему. Так иногда происходит сейчас и с нами. Наш общий враг – это змей, А не сами люди. Конечно, если это не захватчики, Но если они захватчики, Значит, они уже слуги Дея. Итак, Волх испугался Святогора, Святая гора. Значит, на каждую, Даже пусть мощную физическую силу, Найдется еще более мощная физическая сила. Но кто сильнее Всевышнего? Кто сильнее того, Кто исполнен его духом и силой света. Для справки, Святогор или Святовид, Еще одно его имя, Сын рода Всевышнего, Охраняющий стол, Поддерживающий небо, Небеса. Тут еще упоминается, Что Китоврас равен по силе Волху, Однако тот его не боится. Словно Волх, Как символ опьянения, Потери из-за этого контроля, Брат Китовраса, Связанного своим рождением С медовой сурьей. Но медовая сурья, Это все-таки не зелено вино, Не алкоголь. Как увидели боги-радники, Вся его дружина хоробрая. У бойцов, как крылышки выросли, У противников думы прибавило. Змеич биться стал, Ратываться, Стали люди ему покоряться. Покорились ему, Поклонились, Приносили ему чисто серебро, Насыпали и красно-золото. Но не взял дарой буйный Велес, Продолжал гулять, лютовать, Добрых молодцев побивать. Приходили люди к сырой земле, Ай же, матушка, ты сыра земля, Принимай, дорогие подарочки, И уми утишь, чадо буйное, Грозно Велеса со дружиной. А мы рады подарочки жертвовать, Да во всякий год, В Велеса в день. Будем мы носить хлеб от хлебников, А с калачников по калачику. С молодец дадим подвенечное, А с девиц молодых подвенечное. Принесем дары от ремесленных. И послала чернавушку матушка, Чтобы та привела буйное Велеса. Как пошла чернава, Замешкалась через тела людские ступаючи, Трудно ей пройти прямо к реченьке. Подошла чернавушка к волху, Говорила ему таковы слова. К нам пришли в дом люди с повинной, И тебе принесли подарочки. Привела чернавушка волха Прямо в терем к родимой матушке. Привела его на широкий двор, И садился там волх, Сын Индрика, Выпивал круговую чару. Подносили дары мужики, Принял волх от них подношение, И пошла у них мировая. Мужики ему покорились, Блыну Велесу поклонились. И теперь все Велесу славу поют, И чернавушке, И сырой земле. В конечном итоге все закончилось Примирением и подношением даров. А примирила враждующих Мать сыра земля, Потому что мы все ее дети, А без матушки сырой земли Примирения не получилось. Наверное, когда-нибудь На земле прекратятся войны, Когда люди поймут, Что все мы дети одной прекрасной Матери земли. Вот еще один интересный момент, Который мы можем понять Из этого мифа. В самом начале мифа Я зачитывала кусочек текста, В котором говорится О воплощениях Велеса. Это словно описание пути души. Душа, искушаемая Деем. Это миф, где Велес скрывается В азов-горе. Воплощение Велеса, как волха, То есть темной стороны, Проявление темной стороны души человеческой. И Велес, как воплощение Семаргла Огнебога. Что значит Огнебог, И почему это воплощение Связано именно с Велесом? Да потому, что душа человеческая, Преобразив свою материальную часть В любовь под руководством духа, Становится чистым огнем, Огнебогом. Для этого нам нужен материальный опыт, Ибо такое состояние Ведет к развитию и расширению. Как звучит в одной из моих Самых любимых песен Познавай путь лодий солнечных. Советую послушать эту красивую песню. Она называется Рады Гасты, Исполняется Велеславой И группой Суроварк. Желаю всем мирного разрешения Всех конфликтов, А тем, кто силен физически, Применять эту силу во славу праве. Благодарю за внимание.